Здравствуйте! Мы рады вам представить очередную новинку для точилки Blitz. Это новые цельнофрезерованные зажимы, выполненные в едином стиле с самой точилкой. Их форма технически обусловлена лучшим зажатием клинка с максимальной толщиной обуха в 4,5 мм. Выполнены из прочного авиационного алюминия, как и все части данной точилки. Для заточки мы выбрали уже всем известный нож Урман. Сам нож представляет собой продукт коллаборации Володи Герасимова и компании ПП Кизляр. Нож выполнен из нержавеющего дамаска компании Зладинокс. Длина клинка составляет 110 миллиметров, твердость порога его 57 единиц, ширина обуха 3 мм. Рукоять выполнена из эластрона. Нож имеет скандиспуски и небольшой подвод, в который мы и будем точить. У него сейчас заводская заточка, и он у нас немножко подсел. Проведем тест на устройстве остроты БЭС. 210 грамм. Винты в новых зажимах остались прежними, требующие шестигранную отвертку на 2 мм. Мы уже зажали нож. Для заточки мы будем использовать камни Barite серии PC. Они из оксида алюминия и работают с маслом. Камни довольно-таки быстро работают. Начнем с шестисотого камня. Так как у ножа у нас сильные сковые и замятия отсутствуют, и нам нужно ему придать остроту. Если вы были сильные повреждения, то тогда мы бы начинали с более глубоких камней. Сейчас мы наносим маркер на подвод ножа. Также не забываем выставить толщину абразива на компенсаторе. В данном случае это у нас 9 мм. И сейчас, ориентируясь на след, выбираем угол заточки. Мы воспользуемся преимуществом корпуса Blitz 360. Увеличим максимальный угол. И вот сейчас мы видим, что маркер снимается полностью. Фиксируем угол заточки. И ради интереса давайте измерим, сколько это у нас получилось. Устанавливаем угломер на держатель абразива, обнуляем его и устанавливаем на площадку для электронного угломера. Угол заточки 26 градусов на сторону. Или же получается порядка 52 общий. Начнем заточку. Во время заточки не забывайте придерживать кончик ножа для того, чтобы его не завалить. После того, как появился заусенец, переворачиваем нож и протачиваем обратную сторону. После того, как мы вышли на заусенец по всей режущей кромке с обратной стороны, можно переходить на следующий камень. У нас это будет Barite PC 900. Добавляем на него масло также. Растираем и работаем по заусенцу. Далее мы очищаем нож от шлама и будем переходить на последний камень. Это у нас будет Barite PC 1200. И мы уже будем финишировать и убирать риску. Из-за того, что камни работают достаточно быстро, приподнимать угол при переходе нам не обязательно. И путем частого переворачивания ножа сейчас снимаем заусенец. Не пытайтесь закрутить винды до упора. В этом нет необходимости. Самая надежная фиксация обеспечивается, когда губки зажима плотно прилегают к ножу. Сами губки при этом параллельны друг другу. Закончили заточку. Проведем классический тест на газете. Произведем тест на устройстве BES. 38 грамм. Мы сделали нож URMAN еще острее, чем он был до этого. Учитывая микроподвод в 52 градуса, он будет держать режущую кромку достаточно долго. Цельнофрезерованные зажимы, новые для точилки Blitz, уже можно будет купить на нашем сайте. Ссылка будет под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Субтитры сделал DimaTorzok